Привет ребят, это Clash Royale и шестая часть развития нашего бриллианта в этой игре. Сегодня у нас кстати воскресенье, а это означает то, что в магазине в два раза больше карт. И само собой в два раза больше шанс поймать какую-то интересную карту, именно в воскресенье присутствует абсолютно у каждого. А для начала мы опять же откроем наши сундучки, как бесплатные, так и серебряные. Нафармим как обычно на королевский сундук и если повезет, то сможем попасть на варварскую арену. По-моему можно это сделать за сегодняшний выпуск, то есть никаких проблем я для этого не вижу. То есть спокойно можно нафармить 150 кубков, в принципе да, так наверное и поступим. Давайте начнем как обычно с открытия сундуков и именно с открытия бесплатных сундуков. Глянем что нам там попадется, ну и будем надеяться на лучшее. Так, 28 золотишка, 3 обычных маленьких скелета и мини пека, который мы сможем уже прокачать до второго уровня. Пойдет. Так, еще один бесплатный сундучок. 28 голды как и в том, нам здесь попадается 1 скелетик и 3 подрывника. Ну что ж, этот сундук был менее удачливый наверное чем предыдущий. Но опять же пойдет, ничего против сказать не могу. То есть бесплатные, халяву как говорится и уксус сладкий. Так, теперь начнем наверное с серебряных. У меня только они имеются сегодня. Так, голда, стрелы и мушкетер. Мушкетер это хорошая карта, поэтому пойдет. Далее у нас идет 32 золота, 2 лучницы и 2 скелета. Ну так себе, хотя по золоту было получше. А 31 голда, 3 стрелы и ребята хижина гоблина. Тоже в принципе неплохо. Так, собственно по картам у меня все абсолютно так же. Кстати я выяснил, что когда ты выходишь из клана, но при этом оставляешь там запрос, то юниты тебе скорее всего просто-напросто не приходят. Или же мне их не донасили там. Но я конечно больше склоняюсь к тому, что они просто не доходят. Стоит ляпать мини пеку. 50 голды мне как-то жалко на самом-то деле тратить, поэтому я наверное пока пренебрегу. Ну и собственно, одно из самых интересных это заглянуть в магазин в воскресенье. Поэтому ребята давайте на счет 3 глянем. Как я уже говорил вам ранее, я надеюсь то, что мне там попадется воздушный шар в первую очередь, во вторую очередь принц, ну и все. Остальное мне как бы не интересно. Если выпадает какой-нибудь, я не знаю. Ну вот из этих карт у меня, то есть ведьмы, скелеты и дракон, они у меня присутствуют. Покупать еще одну карту для того, чтобы их проапгрейдить, у меня желания нету. А молния вообще не обсуждается, довольно бесполезная на мой взгляд карта. Я ей лично не собираюсь пользоваться. Даже если она мне выпадет откуда-то вообще непонятно откуда. Какого-нибудь сундука, как бесплатного, так и не знаю вообще любого. Использовать я ее вряд ли буду. Ну и говлинская бочка, карта полезная, но тратить на нее 2000 голды я не хочу. Она мне выпала на основе с сундука, и ни копейки я не потратил, и в принципе не жалею. Поэтому буду ждать, пока выпадет с какого-нибудь сундучишки. Так что, как я и сказал, ловим либо шарик в магазине, либо принца. Третьего не дано. Ну что, раз, два, три. Да, нам повезло, ребята, мы поймали принца. Это хорошо, ничего сказать не могу, поэтому давайте покупать. Да, принц хорошая карта, и она явно стоит того, что за нее просят. Ладно, покупаем, все. Можно нас поздравить. Мы получили принца, и теперь у нас он имеется. Уже, кстати, на второй арене, именно когда ты уже подходишь даже к третьей, принц не является дисбалансной картой. Являлся он дисбалансной картой именно приблизительно до 600 кубков, как по мне. Но уже после этого появляется куча юнитов, которые могут благополучно контрить, начиная от каких-нибудь миньонов, заканчивая там абсолютно любыми картами. То есть, гигантский скелет его благополучно контрит за счет небольшого дамага. То есть, например, противник кидает принца, так и даже гигантского скелета. Гигантский скелет его бьет, принц его в итоге, конечно, убивает, но так как скелет надамажен был, вернее не скелет, а принц надамажен был скелетом, после взрыва бомбы он точно погибает. Поэтому я считаю то, что на этих кубках принц уже не дисбалансен. Вопрос такой. Вместо кого нам его поставить в нашей колоде? Я бы попробовал его взять вместо подрывника. Не знаю, почему мне так хочется сделать, но давайте попробуем, глянем, как эта колода себя оправдает. Ну что, ребята, пошлите фармить на королевский сундук, чтобы получить золотой, и будем надеяться, что нам оттуда выпадет долгожданный шарик, потому что шарик мне на самом деле очень интересен. Но у меня его даже на основном аккаунте нету, поэтому я хочу его заполучить как можно скорее. То есть даже в магазине он мне, по-моему, не попадался, или попадался, но я его не покупал и как-то не придавал этому значения. Не помню. Но я очень его хочу получить хотя бы ради коллекции на своем основном аккаунте. А вот на этом аккаунте мне хочется его получить чисто ради того, чтобы играть им. Ну и все вроде. Почапали тогда в бой. Сейчас будем смотреть, что нам будет попадаться по противникам именно. Первая карта, как сказать, грузится довольно долго, но мы загрузились. Нам, кстати, попадается пятый левел. Там он желает нам во всю Ивановскую удачу, а мы его, можно сказать, игнорим. Непорядок. Ладно. Пускай первая почапает ведьма, наколдует маленько скелетов. Здесь бы я справа на самом-то деле кинул армию своих скелетов, чтобы гигант противника здесь не особо мог что-то мне противопоставить. Ну ладно, сейчас глянем. Сейчас глянем, сейчас глянем. Короче, тогда скидываю армию скелетов. Главное, чтобы он не законтрил ее. Этого бы не хотелось. Так, я пока стрел не вижу. Я вижу, что слева убивают Вальку. Валька, вернее. Так, давайте с разгончиков дарим. Почему бы и нет? Вальхилита. Так, и отсюда можно запустить, скажем, гигантского скелета, чтобы 100% забрать его в вышку. То есть, видите, у нас такие довольно неплохие юниты идут. С разбега просто в мясо продамаживаем его мини-пеку. Сейчас главное убить варваров, которых он тут наплодил. Так, ну вроде должны справиться. Единственное, что скорее всего потеряем. Да, потеряли гигантского скелета. Давайте, я не знаю, кого скинем. Миньонов, наверное. Чтобы помогали они принцу. Принц там без хп. Все. 1200 хитпоинтов мы оставили вышке противнику. Это неплохо. Он, кстати, кидает стрелы. Так что будем знать, что стрелы у него имеются. Просто когда выпустил армию своих скелетов, он их не законтрил. Скорее всего, просто у него не было стрел. Я уже обрадовался, что противник вообще их с собой не взял. А оказывается, просто-напросто в колоде ему не выпали. Ну, окей. Так, значит, предлагаю вам скинуть, наверное, гигантика. Чтобы вышел такой неплохой микс. И, наверное, возьмем стрелы. Потому что он, скорее всего, будет скидать армию скелетов. Не знаю, почему мне так кажется. Да, он все-таки так поступает. И это мы благополучно контролируем. Отлично. Так, мини-пека это плохо. Мини-пека это плохо. Ее нужно как можно скорее валить. Так, и сейчас хоба, минус валька. Супер, давай с разгонщика ударь разок. Если только он лучниц не высадит, потому что, я помню, они у него имеются. Да, ребята, это вышка наша, хотя он высадил варваров. Попытался нас остановить, но у него не получилось. Так, варвары бегут, поэтому давайте их законтролируем с помощью мушек. Потому что ведьма, по-моему, да, не справляется там ведьма. Такс. Ждем стрел. Скорее всего, он сейчас кинет стрелы. Не знаю, почему у меня такое ощущение. И давайте кинем гигантского скелета, чтобы хоть как-то слить эликсир. Потому что у меня он накопился, а тратни на что. Ага, у противника, оказывается, тоже имеется принц. Но он его просто не использовал все это время. Странно, однако. Так, давайте кинем стрелы. Или нет, это было глупо. Я не увидел то, что там уже всех давно скелетиков убили. И просто-напросто слил стрелы. Ух ты, как он стрелы-то классно свои-то кинул. В отличие от меня, он стрелы кидает просто супер. Ничего сказать не могу. Так, забираем мини-пеку. Давай, принц, разгон. Я хочу забрать его главное здание. Я горю прям реально таким желанием, жутким. Так, кидаем тогда армию скелетов, чтобы помогать бороться со всякими жирными юнитами. Угу, он тоже их кидает. Окейушки. Блин, скорее всего это просто одна звезда. Просто одна корона. Меня это не особо радует. Потому что мне нужно нафармить целых 10, а я здесь получаю по одной. Ну да ладно. То есть, в принципе, ничего в этом страшного я не вижу. Как говорится, пойдет. Получаем серебряный сундук и 30 трофеев. Хорошо. Думаю, такими темпами довольно быстро зайдем на третью арену. Ладно. Не будем болтать. Опять же, погнали в бой, как только можем. Четвертый левел нам попадается. Балансик на этот раз присутствует. Хотя в прошлый противник был пятого уровня. Поэтому вот так вот. Ребята, такие вот у нас пироги. Давайте, я не знаю. Ага, значит так ты поступаешь. Еще и мини... Не мини-принц, а просто принца скинул. Окей. Окей, окей, окей. Слушайте, а как он так всех забрал-то, интересно? Я как-то даже не заметил. Я-то думал, вышка там на моей стороне и все будет норм. А в итоге-то нифига. Беда. У него, кстати, молния есть. А молния это такая вот новость для меня, если честно. Не особо хорошая. Бомба тоже взорвалась не особо удачно. Так, будем ждать, наверное, какую-нибудь мелочугу. Да, все-таки он кидает гоблинов. Слушайте, ребята, у меня уже дела обстоят фигово. Он прокоцал мое здание, главное. Ой, главное, говорю. Одну мою вышку прокоцал. Здесь давайте законтрим стрелами его пятых миньонов, потому что пятый миньон это неприятная тема. Их нужно контрить сразу же. Останавливать, не давая им просто продышать воздухом. Так. Смотрите, в принципе, по хит-поинтам разница не особо большая. У меня единственное, что на 100 меньше. Ровно на соточку. Ну ладно, будем смотреть, что будет предпринимать противник. Ага, он делает так. Поэтому я кину тогда миньонов и мушкетера, чтобы остановить в первую очередь шарика. Так, шарик, давай. Ай, главное, чтобы он не успел кинуть бомбу свою ни разу. Нет, все-таки он успел. 300 хп, ребята. Слушайте, дела плохо обстоят. Он закоцал две мои вышки, довольно серьезно закоцал. И это плохо. Это очень плохо, серьезно вам говорю. Так, как здесь поступить? Давайте кинем гигантского скелета, чтобы его варвары ничего не нанесли. Слушайте, этот товарищ уже был на третьей арене, и у него имеются варвары. Да и у предыдущего товарища имелись варвары. Я, похоже, один здесь, как дураку. Как дурак сижу без барбиков. Мне это не нравится, честно. То, что присутствует такое небольшое преимущество по юнитам. Да, по юнитам. Быстро армию скелетов. Главное, чтобы не успел стрелить мушкетера. Да, он не успевает стрельнуть. И отлично. Сейчас, наверное, полетят стрелы в меня сразу же. Почему-то мне так кажется. Хотя нет, смотри, сейчас наши скелетики... Я надеялся, что они продамажат, но не тут-то было. Так, опять я криво кинул стрелы. Я надеялся, что наших быстро разберут, и начнется основная такая атака. Но этого не произошло. Окей. Значит, так ты поступил. Хорошо, хорошо. Не знаю, было ли это как-то... Имело ли это... Не знаю. Нужно так поступать? Ну ладно. Забрал, молодец. Вопросов нет. Давайте вот так вот, нежданчиком таким поступим. Кинем принца с этой стороны. Я не знаю, ожидал он это или нет. И сразу же подготовим стрелы, потому что он кинет вот так вот. Я прям это знал. Хоба. Минус нули. Так, слева вышку забираем. Эта вышка уже точно наша, потому что там сейчас взорвется гигантский скелет. Это дамаг. И справа вышка тоже наша. Видите, как мы его обхитрили? Слушайте, мне нравится. Прямо вообще какие-то жесткие пацаны, оказывается. Давайте заходим к его главному зданию. Просто не давая ему ничего противопоставить нам. У его главного здания остается практически, да, уже меньше тысячи хитпоинтов. И, ребята, это все шансы забрать его на три корона. Пять. Да, отлично, просто супер. Слушайте, мы его просто в мясо порвали. Просто разнесли пацана, хотя казалось то, что все идет против меня. И получили за это золотой сундук. Супер. Так. 707 трофеев. Отлично. Еще нужно нафармить. Вой, нет, 90 до 93. И, само собой, мы попадем на третью арену. Чего я так и хочу сделать. Четвертый левел с аналогичным количеством кубков, сколько и у нас. Окей. Окей. Мне это нравится. Давайте. Первым делом кидаем ведьму, чтобы она наплодила чуть-чуть скелетиков. Интересно, что по картам у данного товарища? Мне действительно хотелось бы это узнать. Так. Мушкетер. Мушкетер. Давайте сразу же остановим его гоблинов и кинем гигантика. Надеюсь, это не такое же плохое решение. У него, кстати, дракон есть. Это уже нехорошо. Давайте тогда кинем миньонов, чтобы как-то его остановить. Чтобы гигант подольше жил. Угу. У него еще ведьма есть. Так. Из эпических карт данный товарищ имеет ведьму и маленького дракона. Окей. Окей. Хорошо. Я все понял. Мне все понятно. Ну и сейчас остановить ведьму. Мне кажется, что можно это сделать благополучно с помощью армии скелетов. Только нужно подождать, пока она начнет атаковать здание. Чтобы она сплэш-дамагом их сразу же не вынесла. Все понятно. Я, как всегда, в своем репертуаре. Репертуаре. Кидаем тогда ведьму, чтобы она быстренько... Ну как быстренько? Ей придется, наверное, постоять маленечко. Подождать нам, чтобы она уничтожила этого гиганта. Потому что основная задумка именно в том, чтобы она своих скелетов призывала. А вот они уже и раздамаживали, как вы поняли, гигант. Он, кстати, опять контрит все это драконом. Мне это не нравится. Опять по вышкам я в небольшой заднице нахожусь. Давайте тогда кинем мушкетера, чтобы остановить его маленького дракона. И слушайте, это есть... Мы имеем сейчас не такой маленький шанс забрать его главное здание. Главное продамажить хотя бы до 700 хп. Да, ребята. Эта вышка наш супер. Сейчас просто от взрыва... Да, даже мне кажется, взрыв бы не понадобился. Потому что там мушкетер с ведьмой просто все разобрали. Мне это уже нравится. Ничего сказать не могу. Минус ведьма. Ведьма это хорошо. То, что мы ее снесли. Давайте кинем миньонов, чтобы остановить гиганта противника. И давайте поступим, наверное, сейчас таким нежданчиком. Ага, вот так вот ты, значит, товарищ. У тебя еще и гоблинская бочка есть. Так, какой-то фриз был. Извиняюсь, ребята, за фризы. Случайно, как говорится, получилось. Я не виноват. Так, как поступить? Давайте кинем ведьму... На помощь. И, наверное, гигантского скелета, чтобы 100% унести вышку противника. 400 хитпоинтов осталось всего лишь у этой вышки. Кинем мушкетера, чтобы остановить маленького дракона. Да, вышка наша. Супер. Так, здесь мы законтрим все это добро армии скелетов. Этого должно нам хватить. Главное, никаких стрел, чтобы сейчас не было. Ага. Тут, тут-то, конечно, без стрел не обошлось. Окей. Лучше, товарищ, забирай вышку. Проблем нет, но я хочу забрать твое главное здание. Пускай ты заберешь мою вышку, но я хочу забрать твое главное здание. Как я уже сказал, здесь нужно мушек кинуть, чтобы не давать ему там особо разгуливаться. А то, я смотрю, вообще оборзел. Прямо главное здание решил забрать. Но, интересно, мы успеем? Нет, неужели мы не успеем? Как же так? 6 секунд, и мы не успеваем, что ли, главное здание забрать? Блин, а вот это обидно. Просто взрыв гигантского, просто взрыв бомбы от гигантского скелета хватило бы, честно говоря, чтобы забрать его главное здание, но не повезло. Серебряный сундук мы получаем, и 30 трофеев. Но, опять же, ладно. Сегодня нам и так нужно провести атаку именно столько, чтобы попасть на третью арену, поэтому особо не печалимся. Ладно, почапали тогда в еще одну атаку, за которую мы уже не получим сундуков. Четвертый уровень. Томас какой-то. Окей, Томас, давай. Будем смотреть, что ты сможешь противопоставить нам. Гигантик почапал. Окей, давай я для начала остановлю твоих миньонов, чтобы они мне особо не мешали. Заодно закоцай вышки и чуть-чуть твоих гигантов. Гиганта, вернее. Ага, значит, вот так вот. В основе свое все идет наземно, это очень даже неплохо. Так, забрали всю его толпу. Что было? Слушайте, блин, миньонов убивают. А так ты еще и так решил, да, поступи? Ну окей, принцик пускай. Тебя остановят, я надеюсь, он справится. Так же смотрим. Ага, мини-пека. Мини-пека это плохо. Тогда давайте кидаем ведьму. Так. Не, ну я атаку отбил. Уже хорошо, тогда начинаем, собственно, нашу атаку. Идет гигант у нас и позади ведьма. Слушайте, беда. Мне срочно нужен мушкетер. А у меня не хватает на него эликсира, срочно ставим его. Потому что сейчас вот этот вот шар, который он скинул, просто может столько причинить нам бед. Ну, вроде только один раз успел ударить, а мы однозначно... Да, мы однозначно забираем его вышку. Супер. Еще и миньонов забрали. Супер, супер. Просто ничего сказать не могу, кроме как отлично. Так, гоблинов-то заберете? Или все-таки, да, пару раз ударят. Ну, пару раз это не беда. Давайте... Нет, отбой. Делаем вот так вот. И надеемся то, что никаких стрел он не кинет. Иначе придется как-то по-другому контрить. Нет, все. Кинул. Ну, скелетики некоторые выжили. Хорошо. Начинаем опять же атаку. И тогда скинем... Не, миньонов, наверное, лучше оставить, потому что мы знаем то, что у противника есть шарик, а вышку, я думаю, гигантский скелет в одиночку сможет забрать. В принципе, да. Ну, что им помешать? Ничего не помешает, по идее. Да, я думаю, сможет. Какие проблемы? Проблем никаких нету. 710 хп от взрыва бомбы. Еще и ведьму забрали. Супер. Ничего сказать нельзя больше. Так, тогда скидываем принтика. Ага, скидываем миньонов, чтобы остановить мини-пеку противника. А то он сейчас, глядишь, нашего принца заберет, а этого бы крайне не хотелось. Так, противник кинул миньонов, это не беда. Кидаем гигантика, чтобы он потанчил. И кидаем армию скелетов. А где шарик противника? Что-то он его разок кинул, и все. Больше как бы не нужно. А, он решил теперь так делать. Слушай, ну, окей, окей. Так, стрелы. Неприятная тема, как обычно, но никуда от нее не деться. Гигант там заберет сейчас со скелетами просто вообще спокойно, без всяческих проблем. Да, и усилий просто. Три звездочки нам принесло. Супер. Просто супер. 30 трофеев. Идеально. Так. Так, по идее, 33 кубка осталось. И одна победа, чтобы забрать королевский сундук. Ладно, примерно еще две атаки поиграем, и тогда будем закругляться, ребята. Все, пошла уже третья арена в поиске. Окейушки. Хоть чуть-чуть да интереснее будет. Опять же, давайте скидываем в первую очередь ведьму. Неужели нам попался спамер, или просто он так решил слить свой элик? Вторая ведьма, вау. То есть уже пошли у товарищей вторые ведьмы. Серьезно. Ну ладно. Давай, смотри, что ты будешь делать. Пускай летят миньоны. Чуть-чуть прикрывать нашего гигантского скелета. Потому что мне нужно, чтобы он взорвался рядом с ведьмой во всей этой гуще событий. Потому что... Да-да-да, ведьма закоцает? Да, закоцает. Банч. Просто отлично. Так, гиганта уже пускать смысла нет. Поэтому давайте поступим таким образом, что просто скинем принца с правой стороны. Будет ли он его контрить кем-то? Я приготовлю стрелы. Нет, стрелы не понадобятся. Он закоцает сейчас вышку довольно неплохо. Какой-то подрывник непонятный. Ну ладно. 400 хитпоинтов всего лишь осталось. А давайте в ответочку кинем нашего мушкетера. Надеюсь, он справится. Блин, я бы в идеале, конечно, кинул армию скелетов. Но, сами видите, просто всю картину портит подрывник противник, который просто без проблем уничтожит. Все, что мы кинем, всю армию наших скелетов. Просто от них даже мокрого места не останется. Это должны все понимать. Так. А я бы сейчас забрал просто вышку справа. Все к этому идет, чтобы ее забрать просто. Но при этом еще желательно подэфиться. Подэфиться-то прям надо. Поэтому давайте маленечко пообороняемся и параллельно будем нападать. Я думаю, наш большой скелет справится с этим. Заберем, я думаю, да, вышку. Миньончики-то справятся. Да, справятся. Хорошо. Банч. Просто минус еще толпа противника, юнитов. Вернее, наоборот, юнитов противника. Хотя смысл от этого просто не меняется. Все остается на своих местах. Так. В идеале я бы сейчас, наверное, законтрил принцем. Почему? А, нет. Уже лучше сделать все-таки вот так, как я и хотел изначально. Этого должно хватить. Также можно скинуть гигантика. И с этой стороны, скажем, принца тоже таким нежданчиком. Я думаю, что он думал. Я думаю, что он думал, господи, масло-масляное. Все как обычно. Так, ага. Он все это законтрил. Окейушки. Кидаем тогда гигантского скелета. Начинаем такую основательную атаку, как вы видите. Все кидаем тогда сюда стрелы, потому что куча мусора всякого неприятного там стоит. Поэтому нужно хоть как-то законтролировать. Такс. Окей. Армия скелетонов. Минус его рыцарь. Также сюда, наверное, мы скинем кого-кого. Сюда мушкетера тогда. Мне нужен срочно гигантский скелет, потому что он левую вышку-то забирает. Хотя мы главный здание забираем, пацаны. А нет. Отбой. Просто все наши надежды вмиг исчезли. За счет того, что он все законтролировал стрелами. Беда. Хоба. Стрелы забирают все, что нужно нам. Кидаем принсика. Пожалуйста. Дойди гигантский скелет до вышки. Да, он дошел. А это значит, что сейчас минус вышка будет. Принц разгонщика вдарил. Да, это победа. Супер. Фух. Потные катки сегодня. Потные, но мне нравятся. Ни одного поражения не было. Это хорошо. Однозначно хорошо. Так. Еще одна коронка. Ну и давай тогда откроем королевский сундук. Глянем, что попадется нам именно там. 97. 4. 2 миньона. 2 лучницы. 8 рыцарей. И 2 гиганта. Давайте прокачаем, ребята. Давайте их прокачаем. Ну и тогда нажимаем на нашего гиганта. А-а-а. Так вот оно что. Мне золота не хватает. Но докупить за 4 гема, блин. Фиг его знает. Докупить 50 монеток. 53 монетки за 4 золота. Чтобы вкачать гиганта. В принципе, ребята, мы его юзаем. Карта полезная. Однозначно полезная. И прибавит это нам 220 хп. Это не хил. Ладно. Я готов потратить. Эх. Прощай, моя золотишка. Прощай. Немножко гемов. Но, ребята, оно того стоило. Третий гигант. Это уже крайне интереснее. Так. Ладно. Пошли тогда в нашу последнюю атаку. Получим 3 кубка. И будем закругляться тогда на этом. Товарищ с 5 уровнем нам попадается. Но, как говорится, и не с такими сражались. Нормально все. Да. Тебе тоже удачи. Я, кстати, сегодня как-то никому ничего не желаю. Неудачи, ничего. Как-то вообще прям невежество какое-то. Ага. Значит, так он поступает. Окей. Окей. Он кидает все такую вот мелочь, которую благополучно можно разломать нашей мелочи. То есть вообще даже не парись на эту тему. Отлично. Залетаем тогда к нему. Смотрим, смогут ли наши юниты продамажить. Надежда сейчас на мушкетера, на то, что именно он снимет хотя бы, ну не знаю. Вернее, она. Ну, хитпоинтов 200 хотелось бы, чтобы выстрела 2 нанесла. Ну, один тоже неплохо. Как говорится, лучше, чем ничего. Так. Тогда высаживаем нашу ведьму, чтобы остановить принца. Ой, принца, говорю, рыцаря противника. Постоянно его путаю с принцем. Так, ага, он поступает опять таким же образом. Давайте с разгончиков дарим по мини-пеке. Давайте. Хотя разгона здесь и не требовалось. Пойдет. Так. И давайте начнем такую прям реально основательную атаку со всеми нашими эпическими картами, что только можно. Можно, конечно, еще в идеале докинуть армию скелетов, но она здесь ни к чему. Все, ребята. Первая вышка наша. И давайте до кучи докинем еще немного наших юнитов. Не знаю. Я думаю, он такого не ожидал. И если сейчас не стрелы, то это просто минус вышка будет у данного товарища. Потому что толпа скелетов бьет очень-очень больно. Заметьте. Все, это вышка. Ребята. Это была самая, по идее, самый прокачанный противник по кубкам. Пятый левел еще до кучи. И самый легкий. Просто нонсенс. Я не знаю. Ну, господи, нам-то проще. Нас можно, кстати, поздравить с тем-то, что мы попали на Варварскую арену. Это арена номер три. И теперь нам доступен арбалет. Само собой, я обязательно его буду ловить в магазине, потому что арбалет это очень интересная тема. А также мне нужны Варвары. Нужно их раздобыть в ближайшее время, потому что, опять же, карта неимоверно полезная. Очень интересная карта, прокачанная мною на седьмой уровень уже на основном аккаунте и просто реально не нарадуюсь. Седьмые Варвары тащат, да и вообще Варвары сами тащат, ничего не сказать против. Ничего сказать против них не могу. Единственное, что Метеором, конечно, контрится благополучно, но нет ни одного юнита без своих минусов и без того, чем бы их нельзя было законтролировать. То есть, какие-нибудь скелеты стрелами контрятся. Ну и опять же, все в этом духе. Все, ребята, на этом я предлагаю заканчивать нашу шестую серию, если я ничего не путаю. Огромного спасибо, что посмотрели. Желаю всем отличного фарма, побольше кубков. Фарма сундуков, я думаю, вы меня поняли, потому что какие фарм, какой фарм, ну только фарм сундуков, наверное. Ну и кубков. То есть, всего вам хорошего. Не проигрывайте атаки и только вам побед. Пока-пока, ребята.